Что будем делать сейчас? Что бы вы хотели, чтобы я сделал? У вас есть какие-то интересные предложения, пожелания, что бы вы хотели увидеть в процессе производства, связанное с бетоном? Можете смело писать. Читаю вас и решаю. Как показала практика, лучше отверстия для крана сверливать на объекте, потому что если у нас расстояние 10,8, и мы прорезаем отверстие в 35, то у нас остается 3,5-4, это очень тонко. И может произойти крушение Титаника. В этом месте может лопнуть, поэтому лучше перенести, установить, а потом засверлить отверстие. Сверлится оно вот таким алмазным, алмазной чашкой. Видите, алмазы, смотрите, блестят у меня, какая красота. Сейчас попробуем засверлиться. Это говорит, что на мокрую нужно, на мокрую нельзя, нифига не видеть. Семент, песок, который при сверлении превращается в пыль, смешивается с водой, образуется клейстер, и у нас в итоге, что в итоге у нас получается? В итоге у нас получается закусывание, из-за того, что оно превращается в клейкую массу. Лучше всего перед объектом потренироваться, чтобы потом не было обидно, потому что если у вас ее дернется, рвет, у вас отколется, будет скол какой-нибудь большой, и кран его не прикроет, который будет установлен, вам придется или восстанавливать, привозить пасту, замазывать, потом опять лакировать это место, либо вам придется перезаливать заново столешницу. Как показывает практика, лучше делать на более низких оборотах. На более низких оборотах вы лучше регулируете скорость вращения. Так как у нас шуруповерт, шуруповерт у нас низкооборотистый, какого это у моего скорости? Не написано, нажали, ладно, то я думаю. Ну, короче, это надо делать или дрелью на низких оборотах, если есть у дрели возможность настраивать углубление клавиши, на клавиши такое колесико, настраивайте, чтобы низкие обороты, то хорошо. Хорошо, лучше всего, я советую, шуруповерт. Можно попробовать сколоть, так как у нас это тренировка, можно попробовать вот так вот вставить плоскую отвертку и нагломить, чтобы у нас вот здесь крайне оборвался. Если оборвется, будет обидно и больно. Вот, смотрите, чуть-чуть скололось, но это не страшно. Но у нас зато кусочек поддался, ну, смотрите, фибра непромешанная. Кусочек поддался и проще нам будет сейчас идти. Ну, здесь вот не промазано, это пробник был, но вот уже жало наше вышло. Толщина этой четвертой. Все, прошли. Вот такое у нас отверстие, аккуратное, ровненькое, в которое у нас хорошо вставится кран и прикрутится. Без сколов. Субтитры сделал DimaTorzok